Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами начнем разбирать 50 самых распространенных фраз в английском языке, которые вам помогут просто в беседе с друзьями или в ресторане, в кафе, на улице, в путешествиях. Меня зовут Настя, это канал Puzzle English. Давайте начнем! Начнем с вами, конечно же, с приветствия. Всем вам знакомы фразой hello, hi, hey. Hello это, конечно, ну, более, может быть, формальный вариант. Hi, hey это, ну, более разговорный вариант. Но на самом деле, дорогие друзья, разницы нет. Вы можете говорить и hello, и hi, и hey, это ни в коем случае не грубость. Следующая фраза это what's up. Ну, это уже такой более сленговый вариант приветствия, и на самом деле эта фраза не требует никакого ответа. Ну, если дословно перевести, то будет, значит, как бы, что происходит, что почем, как что, как дела, как жизнь, там, и все дела. Но на самом деле вы просто можете сказать, hey, what's up, man? И все. И вам человек тоже скажет, hey, вопрос, не требующий ответа. А в Британии у них есть свое собственное приветствие, которое звучит как all right. All right, да, тоже с интонацией вопроса, all right, и все. И тоже на это отвечать не нужно. То есть пришли в магазин, all right, all right, и все, и купили себе там бутылочку пива. Дальше едем к, естественно, вопросу how are you, как делишки. Его можно задать разными способами. Например, ну, самый знаменитый, да, это how you doing? Если хотите спросить, как дела, how you doing? Или how is it going? Да, по сути, это синонимичные вопросы, да, как дела, как жизнь. И еще один вопрос. Как же отвечать теперь на этот вопрос, да, how are you, как дела? Ну, во-первых, можно, конечно, всегда сказать, ok, fine, good, great и так далее. Но есть еще более интересные фразы, например, Ну, не на что жаловаться, не жалуюсь. Здесь хочу обратить внимание на произношение. Если вы придерживаетесь британского варианта английского языка, пожалуйста, тяните звук a, can't, can't complain. Если же вы придерживаетесь любого другого, ну, не любого другого, да, американского, допустим, произношения, тогда говорите can't, can't complain, can't complain. Следующий вариант ответа на how are you, это Да, вот, лучше еще не было, лучше некуда. Да, здесь, как вы видите, вообще опускаются местоимения, подлежащие, вот это все дело, ну, потому что это просто разговорные фразы, поэтому можно и без них обойтись. И еще одна фраза, которая, по сути, противоположная предыдущей. Кстати говоря, дорогие друзья, если вам нравится учить английский по фразам, нравится смотреть сериалы, да, запоминать фразы оттуда или из каких-то видео и так далее, обязательно переходите на сайт Puzzle English, потому что у нас там собрана, ну, просто нереальная коллекция видео паззлов, где вы можете послушать отрывочек видео и потом сделать упражнение. У вас будет тренировка и на слух, и вы также сможете выучить какие-то новые слова или выражения для вас, поэтому обязательно переходите. И, кстати говоря, у нас две недели можно нашим сервисом пользоваться абсолютно бесплатно. Спешите! Допустим, вы давно не виделись со своим другом, и в этом случае вы можете ему сказать Что и переводится «давно не виделись». И также можете задать вопрос Чем занимался, как у тебя жизнь протекала? Ну, по сути, да, чем занимался. И, конечно, когда вы давно не видели человека, можете спросить, что новенького-то у тебя. Здесь фраза очень простая Что нового? А теперь давайте посмотрим на разные способы, как мы можем поблагодарить человека. Ну, конечно, вы можете всегда сказать thank you или thanks. Это еще никто не отменял, но есть еще парочка более интересных фраз. И первая из них Это очень мило с вашей, ну, или твоей стороны. Или То есть это тоже такое большое спасибо, или я очень это ценю. Или еще можно сказать Но этот вариант в основном употребляется в Великобритании, ну, или в Австралии тоже, они так говорят. В Америке Едем с вами дальше. И теперь как же сказать Пожалуйста Ну, то есть, ну, ответ на thank you. Соответственно, вы можете сказать, во-первых No worries No worries, да Без проблем, не переживай, вообще все ок No worries Или еще можно сказать No problem То же самое, как no worries, да Без проблем, не парься, все отлично. Или еще можно сказать такую милую фразу Anytime Которая переводится, ну, то есть, я всегда рад тебе помочь. Да, в любое время обращайся. Anytime Дальше едем к фразам, которые связаны с тем, когда вы, ну, что-то не расслышали или недопоняли. Да, вот все эти ситуации с вами посмотрим. Ну, первое, самое простое Да, можете это повторить, пожалуйста Или еще можно сказать, например Блин, я тебя что-то плохо слышу или вообще не слышу. Что ты там сказал? I can't hear you What's it again? I can't hear you What's it again? What's it again? Да, что еще раз? Или, например Извините, я не понял, да Или это мимо меня прошло вообще I'm sorry, I didn't catch that I'm sorry, I didn't catch that Да, я извиняюсь, ну, я не уловил, что вы там говорили. Или Можно задать вопрос, например Я правильно вас понял? Ну, да, то есть, ну, допустим Вы повторяете какую-то фразу за вашим собеседником И, да, все правильно. В этом случае мы скажем Did I get you right? Did I get you right? Да, get Вот в данном случае будет, значит, ну Уловить или понять, да Правильно ли я вас понимаю. А еще, когда вы, например, не понимаете Как что-то пишется, допустим Ну, или вообще не знаете, да Бывают такие ситуации, когда там отели Как-то по-разному пишутся Или название улиц, или еще что-то Можно задать вопрос То есть, как вы это пишете по буквам И, например, когда вы не знаете Как что-то называется по-английски Можно задать вопрос И ваше слово Ну, допустим, вот Может заниматься на каких-нибудь языковых курсах Разные ситуации бывают Самый лучший способ запомнить эти фразы Это, конечно же, их употреблять в речи Как можно больше Но, дорогие друзья, еще немало важно Знать, как они произносятся на слух Чтобы отвечать людям Правильно? И для этого мы как раз и создали Кучу упражнений на аудирование На восприятие на слух На нашем сайте Puzzle English Обязательно переходите, посмотрите Там есть куча видео, куча аудио упражнений И просто всего на свете А на этом мы заканчиваем Первую часть самых распространенных фраз В английском языке И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok